На станции юных натуралистов Анастасия Китина занимается с первого класса. Сюда девушка пришла не случайно. Здесь работает целая династия Китинах. Настя с детства наблюдала, как ее мама и бабушка прививают детям любовь к природе. Именно тогда она поняла, что хочет пойти по стопам родственников и создавать собственные проекты. Сегодня за плечами Насти более 10 работ. Одна из таких – проречных бобров в Темниковском районе, которая и заняла первое место на региональном этапе конкурса в номинации «Экология лесных животных». Благодаря этой работе можно определить количество бобров, находящихся там. И поскольку после пожаров этого никто не изучал, мы решили возобновить. Проект «Популяция бобров» на территории Затосоров Евгения Сусарева на конкурсе занял третье место. Работать над ним молодой человек начал два года назад. Главная задача – изучение рациона млекопитающего на территории нашего города. Меня заинтересовала эта работа, так как Мордовский государственный заповедник проводил исследования именно этого животного с 1989 по 2005 год. Соответственно, после 2005 года работы по изучению бобра не проводились. Поэтому я решил заняться этой работой. Всего на конкурс было представлено 43 работы в четырех номинациях – «Экология лесных животных», «Растения», «Проектная природоохранная деятельность» и «Школьное лесничество в условиях современного образования». Цель конкурса – повысить интерес обучающихся образовательных организаций в области рационального природопользования. Данный конкурс был заочный. То есть мы приготовили наши проекты, исследования, мы их оформили, эти научные работы, мы записали на диски и предоставили их членам жюри. Оценивали данные работы и ведущие специалисты вузов Нижегородской области, также департамент лесного хозяйства, союз лесовладельцев даже там присутствовал членам жюри. И по итогам этого отбора мы стали призерами. Также в конкурсе в номинации «Экология лесных животных» второе место заняла Злата Гончарова. А в номинации «Экология лесных растений» второе и третье места получили Анна Корочкина и Елена Малокина. Работы победителей и призеров будут направлены на всероссийский этап конкурса «Подрост в Москву».